И тут с биографией Павла наступают некоторые сложности. Потому что главный документ, который говорит об этой биографии, «Деяния апостолов», больше не несут никакой информации. Что нам очевидно? Очевидно, что есть еще некие более поздние послания и некие более поздние события. Итак, мы узнаем, например, что Тит, который был среди учеников Павла, поставлен служить на острове Крит, на Крите. Это очень просто запомнить. Тит на Крите. Для студентов все. Мы узнаем, что Тимофей, ближайший соратник апостола Павла, поставлен пресвитером в Эфесе, в Эфесской церкви. Мы узнаем, что Павел снова проходил в этих церквях. Он был, в частности, снова на Крите. Вопрос, когда? Мы узнаем из второго послания Тимофея, что Павел уже не под домашним арестом, а в маленькой одиночной камере. Если во времена римского заключения вокруг него были люди, он постоянно передает приветы, с ним рядом другие люди, он имеет возможность общаться, то в какой-то момент он остается один. Он говорит о том, что все оставили его. То есть вот это изменение в обстоятельствах, это перемена обстоятельств, нуждается в объяснении. Совершенно очевидно, что окончательного ответа на то, что дальше было с Павлом, мы не найдем. А есть две реконструкции. Первая реконструкция заключается в том, что его дело было выслушано перед Кесарем, и Кесарь признал его виновным. Тогда получается, что оставшиеся послания, оставшиеся письма должны быть написаны раньше. И некоторые другие события жизни миссионерского служения апостола Павла будут нуждаться в пересмотре. Для того, чтобы все остальные события туда впихнуть. Проблемы с этим взглядом несколько. Во-первых, несколько раз римские правители, римские властители, представители римской власти признавали Павла невиновным. Очевидно, ничего здесь измениться не должно было бы. И поэтому многие комментаторы склонны думать, что Павел был освобожден из этого заключения. Он свидетельствовал перед Кесарем, он был признан невиновным. Дальше продолжается его миссионерское путешествие. И уже потом император Нерон снова его арестовывает. Он признается виновным. Потому что в этот момент христианство уже теряет статус разновидности иудаизма. Оно воспринимается уже как отдельная религия. И вы помните, в чем обвинил христиан Нерон? Кто помнит? Паджо Герима. Паджо Герима. Совершенно верно. Жизнь и вот это действие Нерона увековечилось, особенно, скажем так, до сегодняшнего дня, до сегодняшних молодых людей. Его донесли авторы известной программы. Программа, которая по-русски называется Неро. Неро, Неро. По-русски иногда Нюрка называют эту программу. Это компьютерная программа для записи компакт-дисков. Неро это ведь Нерон. И Burning Rome, либо сжечь Рим, если бы последнее и, если не написать, не Rome, а Rom, это прожечь диск. Значит, либо это Нерон, сжигающий Рим, поскольку он сам это сделал, он обвинил христиан, но сам это сделал. Либо это Неро, прожигающий диск. В зависимости от того, есть ли там буква Е в конце слов Rom. Это Rom или это Rom. Вот так иногда оборачиваются судьбы великих людей. И опять-таки, большинство неверующих людей, большинство неверующих компьютерщиков спросить, а почему Неро называется Неро? Далеко не всякий вам ответит. Вот. Ну вот про Павла известно, про Павла можно предположить, что вот здесь уже, когда христианство выделилось как отдельное учение, он, собственно, и был казнен. И ко второму заключению апостола Павла относятся еще три послания. Это так называемые пастырские послания. Послания тем людям, которых Павел руку положил, потому что Господь поставил их на пастырское служение. Первое, второе послание Тимофею. Послание Титу. Начнем мы все-таки с послания к Титу, потому что будет проще перебросить мостик. Тит, ученик, сподвижник апостола Павла. Молодой пастор. Ну так, относительно молодой пастор. Поставленный тоже в очень непростой церкви. Церковь на Крите. С Критом проблема. Проблема заключается в том, что там поболтать любят. Кстати говоря, с Эфесом проблема будет похожая. «Для того я оставил тебя в Крите, читаемую в послании Титу, 1 глава, 5 стих, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Значит, церковь начинает нуждаться в лидерах. И апостол Павел, и в послании Титу, и в первом послании Тимофею, в 3 главе, дает определенные качества епископа-служителя. Интересно, что это качество, это не качество образованности, не качество интеллекта. Образованность и интеллект как бы подразумеваются. Но это качество характера, которое сводится к благочестию и к умению владеть собой и управлять своим домом. Здесь, и в послании Тимофею, мы видим мысль о том, что если кто не может управлять своим домом, если кто не может управлять своей семьей, то как он может заботиться о Божьем стадии, как он может заботиться о Божьей церкви? На самом деле, это очень понятная вещь. В мире часто можно встретить ситуации, когда человек, не найдя понимания дома, не реализовав себя дома, начинает заниматься самореализацией на работе. Он приходит на работу, у него все получается, его все хвалят, все здорово. Он приходит домой, его жена пилит, почему ты кран не починил? И человек в какой-то момент говорит, да ну, с семьей возиться, буду я в семью деньги приносить, откупаться, что называется, от семьи, буду работать. Апостол Павел говорит, что в Церкви Божьей это недопустимо. Потому что в Церкви Божьей мы поставлены прежде всего для того, чтобы выполнять в ней Божью волю. Так же, как и в семье. Если в семье не можем, так в Церкви тем более не сможем. Необходимо, чтобы человек мог так же, 9 стих, 1 глава послания Титу, необходимо так же, чтобы он мог учить. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, то есть из иудеев, каковым должно заграждать уста. Они разращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти. В каких-то моментах служитель должен действовать решительно. Некоторые учения в Церкви допускать нельзя. Это невозможно, в принципе. И так далее. Апостол Павел говорит о различных группах в Церкви, о том, какие должны быть старцы, о том, какие должны быть женщины, сестры в Церкви, о примере, о том, чтобы служитель показывал пример, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. То есть, чтобы не было нас худого свидетельства. За последнее время эта проблема худого свидетельства, она все очевиднее и очевиднее. Она все серьезнее и серьезнее. Причем в разных церквях. Эти истории уже заполняют печать, заполняют газеты и радио. И вкладывается ощущение, что, ну вот, что происходит в теле Христовом, что происходит в Церкви Христовой. Это все серьезно. Все очень серьезно. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Заканчивается вторая глава. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми» и так далее. Когда читаешь это послание, складывается ощущение, что положение Павла примерно такое же, как наше положение в этом курсе. У нас есть пять минут. И то мы время уже переиспользовали, мы слишком много, долго разговаривали. И нужно многое сказать. У Павла есть, может быть, год, может быть, два, максимум три. Нет возможности ездить, нет возможности посещать церкви. Но ему нужно передать последнее наставление своим ученикам. Ему нужно передать последнее наставление и нам также. Поэтому стиль короткий, телеграфный. О каждом из высказываний здесь можно говорить много. Два послания он пишет Тимофею. Первое Тимофею все-таки более оптимистично. Второе Тимофею уже совсем тяжелое. Хотя надежда все же есть. Центр первого послания Тимофею это роль церкви. Столб для утверждения истины. Тимофей поставлен епископом, пресвитером в Эфесе. Тимофей поставлен для того, чтобы быть служителем Божьим, быть служителем церкви. И Павел пытается ему объяснить. Павел объясняет ему и нам также, как себя вести в церкви. Ключевой фрагмент, центральный фрагмент. Третья глава с 14 стиха. «Я пишу тебе, надеясь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть в Церкви Бога Живого, столб и утверждение истины». Значит, как поступать в церкви? Как вести себя в церкви? И бесприкосновение «Великое благочестие тайна». И дальше, скорее всего, это один из ранних вероучительных документов, которые в то время уже складываются. Павел приводит его целиком. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». Вот краткое такое исповедание веры. Тимофей узнает о разных отношениях, о разных людях, об отношениях с разными людьми. Опять-таки, заповеди для разных людей в церкви, и для мужчин, и для женщин, и для богатых, и для бедных. О том, как искать лидеров, какие должны быть лидеры в церкви. О том, что делать, когда приходит ересь, как противостоятель же учению. Тимофей должен быть готов к тому, чтобы вести церковь. Если у вас будет желание устроить библейское занятие, библейское занятие специально для лидеров в вашей церкви, а конкретно для членов Братского совета. Вот, пожалуй, первое и второе послание Тимофею и послание Титу. Очень подходящие послания, очень полезные, нужные письма, которые можно прочитать. Второе послание Тимофею, пожалуй, самое грустное, самое печальное. Павел один, он в одиночной камере. Павел, волею Божией, апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога, Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Он начинает, он начинает также с благодарности, он вспоминает о своем служении, желает служение чистой совестью, что он, как он служит, как он служил, служит Господу. По всей причине, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Тимофей, не бойся, даже если страшно, не бойся, потому что Бога любви и целомудрия дал нам Господь. Про Тимофею, наверное, говорили, ну вот что твой Павел в тюряге сидит, Павел ему пишет, и так не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, а узника его. Очень неожиданно, необычно это читать. А все пишут уже совершенно по-другому. А я в тюрьме, но мне не надо стыдиться, ничего страшного, ничего злого я не сделал. Но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвашего спасением святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе. прежде вековых времен. Он продолжает разговор, наказывает, рассказывает о своих обстоятельствах, он страдает за Евангелие, и он дает снова и снова наставление своему другу, своему соратнику. Ты знаешь, что все осийские оставили меня. Он перечисляет конкретных людей, которые покинули его, которые решили, что может быть он не зря страдает, может быть действительно он в чем-то виноват. Представьте себе состояние Павла, оставленного, покинутого своими же соратниками. Не дай нам Бог никому такого. Дальше он продолжает давать наставления, дает наседание, как переносить скорби, что делать. и к третьей главе он придет к надежде. Эта надежда будет в том, что у Тимофея даже в отсутствии Павла останется надежный компас. И это компас Писания и Ветхий Завет, который Тимофей знает с самого детства, и Новый Завет, который в это время, сейчас уже составляется, когда пишется посланник Тимофея, уже составляется и многие книги, большинство книг Нового Завета уже написаны. В этом контексте звучит 2 Тимофея 3,16. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Тимофей имеет все для того, чтобы ему знать, как ему жить дальше. Павла не будет с ним, но Бог остается и Писание остается. И в последние дни Тимофею это еще как пригодится. Ты так заклинаю, тебе, здесь очень сильное слово, умоляю, заклинаю перед Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении его и царстве его. И вот это наставление или заклинание в хорошем смысле 4 главы относится сегодня к нам. Он говорил в 3 главе 16 стихе о слове. Теперь он продолжает проповедовать слово, потому что будет искушение рассказывать с кафедры анекдоты, потому что будет искушение пересказывать с кафедры художественной литературы, все что угодно. И нам с вами сегодня это знакомо еще больше тем, чем Тимофею. Настой вовремя и не вовремя. И опять не вовремя не в том смысле, что ты не вовремя говоришь, а во всякое время проявляй настойчивость. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Вот наше служение, наше сегодняшнее служение. Дальше Павел обращается к Тимофею, но видит он как бы и нас с вами. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Сегодня так и происходит. Церковь говорит, не нравится нам пастор. Почему не нравится? Обличает слишком много. Давайте изберем еще кого-то. Есть случаи, когда церкви требовали от пасторов заранее показать некой группе членов церкви рукописи или тексты проповедей, которые будут проповедоваться в воскресенье. То есть пастор за неделю должен сдать этот текст проповедей на утверждение внутренней церковной цензуре, дабы никого не обидеть. Есть случаи, когда группа людей приходят к пасторам и служителям и говорят, слушайте, вы знаете, что мы своим пожертвованием составляем большую часть церковного бюджета? Если вы будете говорить о том-то о том-то, мы будем жертвовать. Если не будете, то жертвовать мы перестанем. Все так, как говорил апостол Павел. И от истины отвратят слух, и обратятся к басням, опять-таки к историям, к анекдотам, к чему быть веселенькому. И вот здесь противопоставление. Что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. и Павел подводит итог своей жизни. И чем нам с вами сейчас все вспоминать, лучше прочитать, как он сам это делает. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Я сам скоро предстану пред Богом. Как жертвоприношение, я принес себя, свою жизнь в жертву ему. Подвигом добрым я подвязался, течение свершил, веру сохранил. Теперь готовится мне Стефанус, венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день уны. не только мне, но и всем возлюбившим явления его. и тебе, и тебе Тимофей, и тебе Тит, и тебе Лука, и тебе Лидия, Алик, и вам две Юли, и даже Саше, представляете себе. Вот каково обещание, данное нам Господа. Помолимся. Господь наш Бог, мы прошли сегодня, на последние эти дни, мы прошли вместе с апостолом Павлом. Мы видели его силы, его слабости. Но более всего мы видели Твою силу. Пройдя этот путь вместе с Ним, мы видим, что и наш путь похож. И видим, что нас ведешь ты, тот же Бог. И я молю тебя за каждого из нас, чтобы мы тоже прошли этот путь, чтобы мы тоже сохранили веру, что бы с нами ни случилось. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты верен и никогда не оставишь и не покинешь нас. Благи нам быть верными тому призванию, которое ты нам открываешь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Аминь.